Дорогие братья и сестры! Это служение у Господа, чтобы каждый из нас мог протянуть руку общения сидящему рядом, чтобы мы могли повернуться друг к другу и пожелать мира, пожелать благословения, пожелать благодати Божьей. Поэтому протяните руку общения друг к другу. У нас сегодня особенный день. Это воскресный день. Может быть, он не настолько солнечный, но я молю Бога, чтобы у вас на душе было солнечно, а не сумрачно. У нас сегодня особенный день, потому что в этот день мы собираемся всей церковью для того, чтобы поклониться, помолиться Господу нашему Иисусу Христу. Мы хотим посвятить этот день для Него, для нашего Господа, для нашего Спасителя, который все сделал для нашего спасения. Псалмопевец пишет в 91-м псалме такие слова. «Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях, ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих, как велики дела Твои, Господи, дивно глубоки помышления Твои». Вот с таким восхищением псалмопевца о творении, о том, что Господь сотворил, мы сегодня не только восхищаемся тем творением, которое Бог совершил, но и подвигами Иисуса Христа на Голгофе. И поэтому мы поклоняемся Ему, нашему Господу, нашему Спасителю. Давайте мы помолимся Ему и попросим благословения на это служение. Великий Бог наш, мы Твой народ. Ты искупил нас и спас нас и освободил нас для служения Тебе от рабства тьмы. Мы благодарим Тебя, что Ты так много сделал для нас. Мы благодарим Тебя, что Ты назвал нас своими, что Ты сделал нас особенным народом. Благодарим Тебя, Господи, за великую жертву Твою, за все, что Ты сделал для нас. И вот сегодня, в этот день, мы хотим поклониться Тебе. Мы хотим, чтобы Ты был в центре наших размышлений, чтобы Ты стал фокусом нашей хвалы, чтобы Ты был самым главным предметом наших размышлений, нашего поклонения, нашей славы. Мы хотим о Тебе думать, мы хотим Тобой наполняться, мы хотим Тебе служить. Поэтому благослови наши молитвы, благослови наши песнопения, благослови наши размышления над Словом Твоим, благослови хористов, благослови проповедующих, благослови нас всех, присутствующих здесь, чтобы мы могли преображаться в образ Твой. Благодарим Тебя и славим Тебя, единого вечного Бога, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мы с самого начала споем пение, которого нету в сборниках Песнь Возрождения, но братья высветят нам, это пение называется Отец и Сын и Дух Святой. Я знаю, что большинство из вас знают его, но все равно будем прислушиваться к хористам, чтобы вместе дружно прославить Господа. После этого будет служение хора. Отец и Сын и Дух Святой, Святая Троица, Презрись в небес, в стране земной, Народ Твой молится, Тебе мы молимся, Отец и Сын и Дух Святой, Тебя мы славим в этот час, Святая Троица, Дай силы верными Биток кольца, Ход малосильный Среди нас, Но церковь строится, Ты силу в церкви прояви, Как дни печальные И радостью благослови Сердца печальные И радостью благослови Тебе мы молимся, О Дух Святой, Тебя мы славим в этот час, Святая Троица, Дай силы верными Биток кольца, Ход малосильный Среди нас, Но церковь строится, И скота в год, То тут, то там, На ямы роются, Но цели даже Среди я Среди я Среди я Среди я Биток кольца а он мало силы среди нас но церковь строится пусть истина через бой народ пропасть соглашается и с верою твоя любовь в нас открывается тебе мы молимся о Дух святой тебя мы славим этот час святая Троица дай силы верны мыть бы до конца хоть мало силы среди нас но церковь строится не не кто не ли Продолжение следует... 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 В Новом Завете, то ли в Ветхом Завете, всегда мы можем проследить тот факт, что люди делятся на две категории. Нет, это не бедные и богатые, хотя в некоторых странах, если человек даже имеет все способности для того, чтобы разбогатеть, он этого не достигнет, если он не прогнется под этот мир. И слава Богу, что разбогатеть духовно нам намного проще, потому что ничего извне оно не может нарушить этот процесс. Возвращаясь к Священному Писанию, когда мы читаем притчу о десяти девах, мы видим, что там есть две группы людей. Пять мудрых и пять неразумных. Здесь не говорится о неверующих. Как и первая группа, так и вторая группа были верующие. Как и первая, так и вторая ждали жениха. Первая дождалась. О второй группе, я бы сказал сегодняшним языком, помешали обстоятельства. Какие именно? Не стало масла в сосудах. Ни с того, ни с сего оно сгорело. Его не стало. Мы не видим, что там какие-то возгласы раскаяния о том, что не хватает масла. Нет, этого не было. Людям постоянно свойственно кого-то винить. И в современном мире мы сегодня можем увидеть, что люди винят Бога. Во всех своих бедах, во всех своих неприятностях люди винят Бога. Первая категория людей – это спасенные. Вторая категория людей – это опоздавшие. Категория опоздавшие, она делится на много разных категорий. Но я бы сегодня хотел, чтобы мы поговорили о двух из них. Давайте мы еще раз прочитаем этот стих. Галатам 6-7. В данном стихе есть два-две мысли. И они записаны в одном и том же стихе. Что посеет человек, то и пожнет. Мы все согласны с этим. Бог поругаем не бывает. Что значит «поругаем не бывает»? В новом переводе, когда я прочитал этот стих, здесь написано так. «Не поддавайтесь заблуждению, никому не удастся провести Бога». Нашими словами это «обмануть». Никому не удастся обмануть или ввести в заблуждение Бога. Размышляя над этим стихом, я вспомнил одну историю из жизни Саула, которая записана в 1-й царствах, 15-й глава, с 1-го по 9-й стих. Давайте мы прочитаем. 15-я глава, с 1-го по 9-й стих. «И сказал Самуил Саулу, Господь послал меня помазать тебя царем над народом его, над Израилем. Теперь послушай глаза Господа». Так говорит Господь Савуов, «Вспомнил я о том, что сделал Амалик Израилю, как он противостоял ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди и порази Амалика и истреби все, что у него, и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла. И собрал Саул народ и насчитал их в Телаиме 200 тысяч израильтян пеших и 10 тысяч из колен Иудина. «И пошел Саул по дороге Амаликова и сделал засаду в долине, и сказал Саул киньянам, «Пойдите, отделитесь, выйдите из среды Амалика, чтобы мне не погубить вас с ними, ибо вы оказали благосклонность всем израильтянам, когда они шли из Египта. И отделились киньяне из среды Амалика, и поразил Саул Амалика от Хавилы до окрестностей Сура, что пред Египтом. И Агага царя Амаликова захватил живого, а народ весь истребил мечом. Но Саул и народ пощадил Агага и лучших из овец и волов, и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили». В тот день была великая победа у израильского народа. Все возвращались в свои дома с ликованием, с радостью. Несомненно, весь народ пришел в движение. Великая победа. Саул в гордости своей, он даже после этого, первым делом, что он сделал, он пошел и поставил себе памятник. Радость и гордость за себя и за победу, которую якобы он принес израильскому народу, она резко сменилась в тревогу, когда он увидел Самуила. Первое, что спросил Самуил, это «что за блеяние в ушах моих?» на что Саул ответил? «Это для жертвоприношения Богу твоему». Выдав такой текст, Саул показал, действительно, какие его были взаимоотношения с Богом. Он не сказал «моему», нет. Он сказал «богу твоему». Здесь говорится о том, что Саул никогда не имел этих отношений близких с Богом. Первая категория людей, к которой мы подошли, это люди, которые сегодня посещают церкви. Но они не могут сказать, что это «моя церковь». Не в том плане, что это их собственная, а в том, что они не причисляют себя к общему числу церкви. Они находятся как бы издалека. И порой они заменяют слово «моя» на «их церковь», «та церковь», показывая тем самым, что они не являются телом Иисуса Христа. Такое состояние, оно опасно, но его легко заметить в себе, так как оно явно, мы можем это увидеть. И если сегодня ты, дорогой друг, являешься таковым, то есть время для того, чтобы изменить, для того, чтобы изменить это отношение к церкви и стать именно членом тела Иисуса Христа. Что ответил Самуил? Мы читаем дальше 1 Царств, 15 глава, в 22 стихе. И отвечал Самуил, «Неужели все сожжения и жертвы столь же приятны Господу, как послушание глазу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов». Вы знаете, когда я прочитал эти слова, если бы не упоминалось имя Самуила, то можно было этот текст причислить к Новому Завету. Здесь очень ярко и точно сказано о смысле жертвы. Многие люди того времени почему-то избегали этого, может быть, не хотели принимать это. Но оказывается, для Бога не жертва нужна, а важен сам процесс изменения человека в момент покаяния, при виде, когда кто-то в данном случае жертва, она умирает за его грех. Тем самым человек старается меньше грешить и становится ближе к Богу. Какова должна быть жертва? Жертва должна быть отобранная у соседа или у врага? Нет, не об этой жертве Бог говорил. Нужно было взрастить этого ягненка, нужно было смотреть, как он растет, нужно было ухаживать за ним. И если человек допустил какой-то грех, вот именно этот, который дорог тебе, возьми его и принеси. Христос сказал про вдову, когда она принесла в храм пожертвования, она отдала больше всех, хотя положила меньше всех. Почему? Потому что это было дорого для нее. По действиям Саула видно, что он хотел задобрить Бога. Так делали и делают языческие народы по сегодняшний день. Допуская какие-то погрешности, какой-то грех, люди приносят в жертву для того, чтобы кто-то закрыл глаза на их грех. Нет, это не раскаяние, нет. И когда мы смотрим на эту ситуацию с этой точки зрения, тогда становится понятно, почему Бог именно в этой ситуации отвернулся от Саула. Саул понимал, что он не исполнил то, что нужно было, но своими жертвами он хотел закрыть глаза не только Самуилу, но и Богу. Бог, поругаем, не бывает. Вторая категория людей – это те, которые присутствуют в церкви, которые посещают церковь, которые трудятся в церкви. Но есть одно небольшое «но». Мы сегодня можем долго говорить о Сауле, о том, насколько он был плох, но тем самым мы поднимаем себя выше на духовном пьедестале. Но буквально я на этой неделе, когда разрушал об этом, я заметил, что по себе заметил, что я такой же, как Саул. Я точно так же допускаю осознанные грехи, наперед уже ищу себе оправдание, что я что-то сделаю для церкви. Не так ли мы делаем? Принося в жертву свои дела, тем самым мы пытаемся закрыть глаза на свои грехи. Зачастую мы оправдываем тем, что мы же трудимся в церкви, мы же работаем. В исламе ложь приветствуется, если она служит к распространению ислама. Это во всех лжерелигиях. Но у Бога на этот счет совсем другой взгляд. Дела, они должны быть следствием нашей веры. А мы порой своими делами мы пытаемся удержать нашу веру на плаву. Бог поругаем, не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Было ли у Саула чувство вины или раскаяния в тот момент, когда Самуил вел беседу с ним? Нет. Там было самооправдание. Он выгораживал себя, осознавая то, что грех сделан намеренно, но исправлять он его раскаяния в нем не было. Такое состояние более опасное и трудно распознать, потому что на каждый зов Духа Святого о покаянии мы сразу начинаем светиться нашими делами, что мы сделали, что мы не такие, как другой человек. Дела – это хорошо, и они должны быть, но они не должны прикрывать наши грехи, тем самым отдалять нас от Творца. Как первая категория людей, так и вторая, она входит в число опоздавших. И я хотел бы, чтобы мы запомнили этот стих «Бог поругаем, не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Давайте мы встанем на наши ноги и помолимся. Аминь. Господь наш, мы в этот час предстали, пред Тобой, и мы благодарны за то, что Ты любишь нас, и Ты смотришь на нас не по нашим делам, но через Иисуса Христа, Господь, мы имеем оправдание, мы имеем спасение. Благодарность Тебе за это и просим. Помоги, Господь, нам жить свято, быть светом и примером. Помоги нам не грешить, но стремиться к общению с Тобой и помнить, что за все мы дадим отчет. Прошу, благослови Церковь Твою сейчас и за все быть возвеличен, прославлен через нашу жизнь, Отец и Дух Святой. Аминь. 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 ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Без хаузов и беспорядков Не мог возникнуть дивный мир, где все продумано и гладко, где каждый вздох не объясним, где взгляд, улыбка и походка не прекращают удивлять, где удивительно и четко придуман ветер и закат. Как мудро Бог украсил землю! Он держит все в руках любви! Он подарил себе творение и все умыл своей крови! Он показал нам путь к смирению! Он все во всем! Он наш творец! Он дал нам все благословения! Не говори, что Бога! Нет! Нет! Я не верю, что без Него ты можешь жить, что ты останешься за дверью и сможешь так легко грешить! Сегодня смел ты в изумлениях, сегодня ты неустрашим, но знай, наступит осуждение, и все склонятся перед Ним. Он мертвых словом воскрешает, Он солнце держит на тобой. Пока ты здесь, Он ожидает, что ты придешь в Его покой. Знай, день придет, и Он вернется, Он возвратится в этот мир, как и на пленка пронесется все то, что ты здесь говорил. Перед Его лицом все тает, что скажешь ты у ног креста? Спеши, пока Господь прощает. Пока ты здесь, спасай себя, там будет поздно. О, покайся, прими Его Творцом всего, во всех грехах Ему сознайся, открой же сердце для Него. Нет, я не верю, что без причины дышишь ты, что я живу по совпадению. Я верю в Бога доброты. Аминь. Дорогие братья и сестры, все те, кто находится здесь, мы сегодня, сейчас будем иметь возможность поучаствовать в особенном служении. Это финансовое служение, материальное служение, когда мы что-то жертвуем для того, чтобы имя Божье прославлялось, для того, чтобы мы могли продолжать иметь богослужение, для того, чтобы помогать миссионерам, для того, чтобы строить церковь, для того, чтобы здесь, на этом месте было уютно, хорошо, нормально, чтобы был порядок и чтобы все служения могли проходить нормально. Поэтому мы будем молиться о том, чтобы Господь благословил это служение. Мы сможем поблагодарить Господа за то, что Он заботится о нас и посылает нам все, в чем мы имеем нужду. И финансово благословляет нас. Если бы не Он, если бы не Его благословение, мы бы ничего этого не имели. И верующие люди понимают это, что все от Бога, все от Него приходит. Но перед тем, как у нас будет эта молитва, я хотел бы еще сказать несколько слов о других нуждах к молитве. Но прежде всего я хочу попросить братьев, чтобы они сейчас через буквально несколько слов включили клип. Я скажу когда-то клип на одну минуту всего лишь, но этот клип о конференции, которая будет у нас в конце сентября. Сегодня мы готовим эту конференцию, думаем, размышляем, молимся об этой конференции с середины мая. Разговаривали с различными спикерами, нашли хорошего спикера. Мы хотим провести эту конференцию на тему евангелизма, на тему личной евангелизации, на тему того, чтобы наша молодежь, да и в принципе все желающие, могли загореться действительно вот тем поручением, которое оставил сам Господь наш Иисус Христос. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Чтобы мы действительно могли поверить, что это слова Христа, что это не просто какое-то наше желание, что это, ну, как говорится по-английски optional, что мы хотим, делаем, не хотим, не делаем, но чтобы мы действительно могли обратить на это внимание. Вся эта конференция посвящается теме евангелизма. И мы хотим, чтобы во второй части конференции молодежь наша могла действительно поучаствовать в городе, в евангелизации, чтобы действительно было не только, ну, напомнить и сказать о том, как это будет, но чтобы можно было, чтобы можно было практически кому-то сказать о Боге. Я попрошу, пожалуйста, включите клип, и потом еще я скажу несколько слов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я попрошу вас следить за объявлениями, будем узнавать еще больше в процессе этого месяца о том, как вы можете присоединиться и послужить, и помочь в проведении этой конференции. На самом деле, считаю, что это очень важно. Ничто так не зажигает христиан, как возможность свидетельства другим людям. Я очень бы хотел, чтобы мы как церковь могли откликнуться на это, чтобы наша молодежь, наши дети тоже включились в это, чтобы наша молодежь не просто находилась, знаете, в состоянии бездействия и апатии какой-то, но чтобы мы действительно загорелись желанием служить Иисусу Христу. Я очень хочу, почему я сейчас этот клип показал, я очень хочу попросить всю церковь, молитесь, братья и сестры, об этом. Евангелизм без молитвы и, скажем так, без поста и молитвы невозможен. Это очень серьезное дело, дьявол не так легко соглашается, он будет ставить препятствия, он будет ставить различного рода проблемы и трудности, поэтому очень прошу, братья и сестры, молитесь, молитесь на молитвенных группах, молитесь отдельно, молитесь дома, молитесь об этом, молитесь о спикере, мы пригласили хорошего очень спикера, молитесь о том, кто будет проводить и участвовать, молитесь об организации, молитесь о тех, кто приедет, мы приглашаем всех из других штатов, молодежь тоже приглашаем, молитесь о том, чтобы, самое главное, молитесь о том, чтобы был побежден главный враг христиан, это апатия и безразличие, чтобы люди действительно могли включиться в труд для Господа, поэтому молитесь, мы сейчас будем молиться и об этом, молитесь об этом, напоминайте друг другу и молодежи, и родители, и бабушки, и дедушки, все молитесь о том, чтобы Господь действительно делал что-то через нас, чтобы весть о Христе распространялась, мы не знаем, как долго это еще будет возможно, мы не знаем, даже в этой стране, мы не знаем, как долго это будет возможно, возможно, через пару лет мы будем проходить через гонение, но сейчас, сегодня, пока у нас есть возможность, давайте говорить людям об Иисусе Христе, еще несколько нужд молитвы, чтобы мы сейчас помолились, давайте будем молиться также о группе братьев и сестер, о которых мы молимся в Бисмарке, Северная Дакота, мы также вспомним о молодой церкви в Ханалулу, будем молиться о них, также вспомним о больных в нашей церкви, которые проходят через различные трудности и переживания, также будем молиться о миссионерах, будем молиться о строительстве, дома молитвы и о евангелизме и конференции, также есть такая просьба, что сестра Маша Добровольская будет улетать в Молдову, помолитесь о ее благополучном перелете и возвращении домой. Давайте мы встанем и помолимся Господу об этих нуждах. Господь наш, мы от всей души благодарим Тебя, что Ты наш Бог, Ты наш Царь, Ты наш Спаситель, мы так благодарны Тебе за все, что Ты делаешь для нас, мы так благодарны Тебе, что через Тебя мы познали новую жизнь, особенную жизнь, жизнь, которая отличается значительно от жизни, самой лучшей жизни, которую мир может предложить, потому что только у Тебя жизнь особенная, жизнь с избытком, жизнь радостная, жизнь полноценная. Господи, я очень молюсь о каждом, кто присутствует на этом месте, те, кто не понял или не познал, или еще не пережил такой жизни, помоги, чтобы каждый мог осознать, насколько велика и насколько радостна та жизнь, которую предлагаешь Ты. Я прошу Тебя, Господи, благослови каждого из нас, кто стоит сегодня сейчас здесь, чтобы мы действительно хотели служить Тебе, хотели исполнять Твою волю. Я прошу Тебя, чтобы Ты благословил каждого из нас, загореться желанием исполнять Твое поручение, говорить людям о Тебе. И в этой связи я очень прошу Тебя, Господи, вот эти планы по проведению конференции, желание наше в том, чтобы наша молодежь, прежде всего, загорелась, и чтобы вся церковь загорелась желанием свидетельствовать другим людям о Твоей любви, о Твоем спасении, о Твоей великой благодати, о Твоей любви, которая просто нам непостижима. Господи, помоги нам, тем, которые познали, тем, которые пережили это, помоги нам безбоязненно свидетельствовать о Тебе. Я очень прошу Тебя, благослови Ты нашу молодежь, наших детей, помоги, чтобы в это последнее время мы не просто могли как-то кое-как сохранить их едва-едва для того, чтобы они были в церкви. Я прошу Тебя, помоги, чтобы они были бесстрашными христианами, чтобы в это время мы не просто прятались и как-то вот пытались кое-как еле-еле сохранить свои убеждения, но чтобы мы, как великие мужи веры, могли выступать смело и с дерзновением, чтобы мы могли быть свидетелями Твоей любви, Твоей благодати, прежде всего, в жизни, а также нашими словами, нашими устами говорить о Тебе и о Твоей любви. Я прошу Тебя, Господи, благослови все остальные нужды церкви, они Тебе известны. Я очень Тебя прошу, чтобы Ты благословил вот наше строительство и весь этот процесс, в который мы сейчас вовлечены. И благослови нас, Господи. Пошли нам Твою благодать и милость, помоги нам, Господи, с любовью и с радостью участвовать в этом деле, чтобы мы не забросили это дело, но чтобы мы могли сделать то, что мы можем, пока мы можем. Благослови нас, Господи, чтобы любую возможность мы могли использовать для этого. Я очень прошу Тебя, Господи, благослови также и всех членов нашей церкви, которые проходят через трудности. Ты знаешь наших братьев и сестер, которые болеют. Кто-то проходит через серьезные испытания, через серьезные заболевания. Мы просим Тебя, укрепи их веру. Помоги им даже в этих трудностях доверять Тебе. Кто-то, возможно, проходит через последние дни, приближается к Тебе. Господи, мы просим Тебя, помоги. Помоги продолжать верить в Тебя. Помоги держаться за надежду, за упование, за веру. Благослови и помоги, чтобы никто никогда не мог усомниться в Твоей любви и милости. Я очень прошу Тебя, благослови всех, кто совершает миссионерское служение, и тех, кто из нашей церкви находится на миссионерском служении, и тех, о ком мы знаем, и тех, кого благословляем, и тех, кого поддерживаем, и тех, кого не знаем. Господи, благослови всех тех, кто совершает миссионерское служение. Иногда они находятся в трудных обстоятельствах. Поэтому просим Тебя, благослови, укрепи и помоги. Просим Тебя благословить также эти молодые церкви Просим Тебя за эту группу братьевестер в Бисмарке Благослови их, Господи, помоги, чтобы они могли Расти в любви к Тебе Благослови и помоги Помоги им в их обустройстве Благослови также церковь Ханалулу Просим Тебя о милости и помощи Твоей для них Мы просим Тебя, Господи, чтобы Ты благословил нас Сейчас, когда мы будем участвовать в этом служении пожертвований На нужды церкви Прежде всего, благодарим Тебя за Твою великую любовь и милость к нам Благодарим Тебя, что Ты не только спас нас, не только позаботился о нашей душе, но Ты заботишься о нашем теле, также посылаешь нам все, в чем мы имеем нужду, живя здесь на земле. Благодарим Тебя за Твою заботу. Просим, помоги нам быть щедрыми так, как щедр Ты. Помоги нам учиться этому у Тебя. Мы просим Тебя также, благослови также сестру Милу Добровольскую, когда она будет возвращаться домой. Храни в перелете, благослови, помоги. Благодарим Тебя, Господи, что слышишь молитвы наши. Тебе за все пусть будет слава, Богу Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Братья и сестры, мы так стоя споем пение во время сбора. У братьев есть это пение. Пение называется «Под защитой». Пожалуйста, будем прислушиваться и дружно вместе прославлять Господа. Буду жить под защитой Твоей игры. Буду я в мире Божьей любви. Ночь достанет, и я не боюсь, тогда я под защитой Твоей игры. Под защитой, под защитой Твоей игры. Под защитой, под защитой Твоей игры. Буду жить под защитой Твоей игры. Мой покой, под защитой Твоей игры. Пусть, пусть летят стрелы, я не устрашусь, когда я под защитой Твоей игры. Под защитой, под защитой Твоей игры. Под защитой, под защитой Твоей игры. Под защитой, под защитой Твоей игры. Под защитой Твоей игры. Под защитой, под защитой Твоей игры. Под защитой, под защитой Твоей игры. Твоей игры. Под защитой, под защитой 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 Твоей игры. 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 или для своих друзей, для других людей в мире, приходят к нам только после того, как уже ничего нельзя исправить. Как возможность ушла, уже ничего не исправишь. Я сегодня хочу обратить внимание на одну женщину из Библии, которая могла сделать что-то для Иисуса и не упустила свой шанс. То, что она имела, она отдала для Иисуса, и это было важным. Сам Иисус отметил этот поступок, сам Иисус порадовался этому поступку. И несмотря на критику других, Иисус обратил на это особое внимание, и Иисус похвалил поступок этой женщины. Это дело, которое сделала эта женщина, было очень дорого для Иисуса. Итак, давайте прочитаем Евангелие от Марка, 14 глава, 8 и 9 стихи. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедной Евангелия, Иисия в целом мире сказана будет в память ее и о том, что она сделала. Итак, вот такая история, это отрывок всего лишь из того, что, из той истории, которую мы можем прочитать в этом тексте, о чем говорит этот текст. Для того, чтобы понять лучше, о чем здесь говорит Марк, я хочу, чтобы мы обратили внимание на весь контекст отрывка. Ну, я думаю, что нужно начать с того, что этот период в жизни и служении Иисуса Христа был достаточно сложным. Наступают трудные дни для Иисуса, что я имею в виду. Учение Иисуса находится на пике популярности, за ним следуют толпы, Иисус учит. Буквально за несколько, вот 13 глава, предыдущая глава Евангелия от Марка, говорит о том, что Иисус учит своих учеников, ведь тех, кто был вокруг Него, Он учит о том, каким будет время перед Его приходом. Он говорит о последнем времени, учение Иисуса о последнем времени. Иисус очень много говорит, Он рассказывает обо всем этом. Но посмотрите, 14 глава начинается, и вот такие первых два стиха, через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. И искали первосвященники и книжники, как бы взять Его хитростью и убить. Но говорили только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. Посмотрите, что происходит. Несмотря на то, что Иисус очень активно трудится, Иисус много делает для распространения Евангелия Царствия Божия. Есть люди, которые активно ищут того, чтобы убить Иисуса. Лидеры народа, первосвященники, книжники, они ищут возможности, чтобы убить Его. Посмотрите, они пытаются сделать все, чтобы остановить Его. Они понимают, что скоро будет праздник в Иерусалиме, что скоро будет праздник Пасхи. Тысячи, десятки тысяч людей, паломников со всего мира соберутся в Иерусалим. И они понимают, что эта возможность может быть упущена. Заставить Иисуса замолчать трудно будет сделать, потому что соберется толпа. А толпой управлять очень трудно, и они могут упустить свою возможность остановить Иисуса. Арест Иисуса может повлечь за собой бунт или даже какое-то восстание. Но интересно, что в Божьем провидении есть один момент. И уже в конце этого отрывка, 10-11 стихи, мы читаем о том, что Иуда Искариот, один из двенадцати, помогает первосвященникам и лидерам народа, которые хотели убить Иисуса. Он помогает, Он предает Иисуса. Итак, вот эта ситуация, которую мы прочитали, мы читаем, что Марк говорит здесь, он ставит эту историю в определенные рамки, так сказать, или в определенный контекст. И посмотрите, что происходит. Когда был он в Вифане, в доме Симона Прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира, из нарда чистого, драгоценного, и разбив сосуд, возлила ему на голову. «Некоторые же вознегодовали и говорили между собой, к чемусь и отрата мира. Ибо можно было бы продать его более, нежели за триста динариеве раздать нищими, роптали на нее. Но Иисус сказал, оставьте ее. Что ее смущает? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собой, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедной Евангелии, если в целом мире сказано будет в память ее, и о том, что она сделала. Итак, посмотрите. Мы видим то, что здесь, опять же, рассматривая этот контекст, где происходят действия, кто участники вот этого события. Мы видим то, что действие это происходит в доме Симона Прокаженного. Он был в Вифане, в доме Симона Прокаженного. Очевидно, этот Симон Прокаженный жил в городе Вифане, где жили и другие друзья Иисуса. Вы помните о друзьях Иисуса? Лазарь, Марфа, Мария. И вот здесь, посмотрите, в доме Симона Прокаженного находится вот этот пир определенный, или обед, можно сказать, когда Иисуса Христа пригласили для того. Симон, скорее всего, был раньше исцелен Иисусом от проказы. Я думаю, что это случилось до того, и это было раньше. Вполне возможно, что Иисус это сделал, потому что проказы в то время не было так легко излечимы. Это трудно, на самом деле, излечить и сегодня. Болезнь, настоящую проказу трудно и трудно излечить и сегодня. Так вот, Симон был исцелен Иисусом. И, наверное, в знак благодарности и признательности Иисуса, Он приглашает Иисуса, Его друзей, Его учеников, чтобы пообедали с Ним. Симон жил в Вифании, мы уже говорили. Вы знаете, эта же история повторяется в Евангелии от Иоанна, в 12 главе, с 1 по 8 стихи. Когда мы читаем эту историю, как Иоанн ее излагает, удивительно, что Иоанн в начале рассказывает в 11 главе о воскрешении Лазаря, а потом в 12 главе сразу говорит об этом событии. И мы узнаем некоторые еще другие события. Мы узнаем, что среди друзей, которые были на Перу, среди людей, которые были на Перу в доме Симона, находился и Лазарь, которого Иисус воскресил из мертвых. Я не знаю, почему. Возможно, в доме Лазаря не было достаточно, ну, скажем так, это был маленький домик, и они не могли принять Иисуса со всеми учениками и остальных людей. А Симон предложил свои услуги. Возможно, дом Симона был побольше. Он говорил, может быть, он сказал, идем у меня, отобедаем, пригласил Иисуса и всех остальных людей. Как это было, точно мы не знаем, но, по крайней мере, знаем, что Иисус был в доме Симона, находился там Лазарь. Интересно, что Иоанн упоминает, что Марфа была одной из тех женщин, которые помогали организовывать угощения, и находилась на кухне, помогала. Марк в этой истории не упоминает имя женщины, которая вылила на голову Иисуса масло драгоценное. Иоанн говорит, что это была Мария, сестра Лазаря. Мария взяла алабастровый сосуд с драгоценным нардовым маслом и разбила, или сломала ему горлышко этому сосуду. Я, когда читал в детстве этот текст, я никогда не мог понять, ну, как это разбило, и когда разбило, на что? Над головой его разбивало, чтобы так вылить, или как? А осколки, которые вот от этого, что делать с ними? Но, в принципе, я могу объяснить это достаточно просто, оказывается. Сосуды, в которых хранились драгоценности, или драгоценные масла, они были, ну, обыкновенные сосуды. Это были, как правило, не очень большие сосуды. Сосуды, литр, самые большие сосуды для драгоценных масел, а все остальные меньше, пол-литра и так далее. И эти сосуды были в форме с очень, ну, как обыкновенная бутылочка, может быть, но только с очень узким и длинным горлышком. И когда они хотели что-то, у них пробок тогда не было, когда они хотели что-то, ну, они закупаривали сосуд, это так, чтобы он был герметически закрыт. И когда хотели закрыть его, часто очень гипсом запечатывали, чтобы не выливалось содержимое. И когда хотели добраться до содержимого, до масла или до каких-то духов того времени, они просто разбивали горлышко аккуратно, и тогда выливали, сколько им нужно было остальное, опять запечатывали. В этом и причина, почему горлышко обычно делалось очень длинным. И вот она разбивает, Мария этот сосуд выливает, или сломала горлышко сосуда, вылила масло на голову Иисуса. Нардовое масло делалось из растения, которое росло в Индии, и оно было очень дорогим. Это было достаточно дорогое масло, это были дорогие духи, можно так сказать. Сегодня вряд ли вы найдете настолько дорогие духи, каким дорогим было то масло в то время. Это был годовой доход одного человека. Если взять, к примеру, годовой доход среднего человека в Америке и представить себе, что вы могли бы купить духи за ваш годовой доход, ну, давайте возьмем 30-35 тысяч, то это должны быть очень дорогие духи, или, по крайней мере, их должно быть несколько цистерн. Но здесь вот у Марии есть вот это желание, она помазала Иисуса этим маслом. Посмотрите еще, что говорит нам этот отрывок. Реакция людей, которые присутствуют, реакция тех, которые находятся при этом, и как они реагируют на это. Посмотрите, люди видят, люди считают, что Мария совершает слишком экстравагантный поступок. К чему эта трата? Это бессмысленная трата, люди говорят. Ну, как так, вот за один раз вот так вот взять и вылить все, это же сбережение, это она, наверное, не один год копила, может, и не только она, может, и родители ее, может быть, копили. Вот эти сбережения, которые могли бы прокормить людей, которые могли бы столько добра сделать, она просто выливает на голову Иисуса. Люди отреагировали на этот поступок и высказывают неодобрение. Зачем, в конце концов, такая трата? Ну, посмотрите, я думаю, что для нас гораздо важнее, чем реакция тех людей, реакция Иисуса Христа. И что говорит Иисус? Для Иисуса этот поступок был очень дорогим и милым своего рода. Для Него это был знак любви, был знак благодарности и преданности. Обратите внимание, если мы смотрим на эту историю так, как ее описывает Марк, сразу же за этим щедрым, экстравагантным поступком Марии следует поступок Иуды, его предательство. Если мы видим в Марии, в ее поступке, пример посвящения любви и благодарности, то поступок Иуды – это предательство, крайнее неуважение и неблагодарность. Ну, я хотел бы сейчас обратить внимание на то, что мы сегодня можем взять. Вот читатели, слушатели, люди, живущие в 21 веке, что мы можем взять для себя из этой древней истории, из этого повествования, в котором сам Иисус отметил поступок этой женщины, в котором Он похвалил ее, что ты и я сегодня можем взять для себя из этой истории. Ну, во-первых, говоря об этой женщине, я хочу сказать, что она сделала, что могла, так сказал Иисус, она сделала. Давайте обратим внимание на то, что она сделала, что могла с тем, что имела. Некоторые люди только думают о том или мечтают о том, что они могли бы когда-то теоретически сделать для Бога. У них большие планы, у них большие мечты, у них очень много таких желаний перевернуть мир для Иисуса, но сами не двигаются никуда, остаются на месте. То есть планы большие, желания большие, но никуда никто не двигается и ничего не получается. Другие люди бывают, что они много жалуются о том, что делают другие. Ну вот он делает это, ну почему он это делает? Он и то делает плохо, он и то делает плохо, он и это делает плохо. И люди тратят жизнь свою, потому что для того, чтобы вот просто объяснить, что другие плохо делают. Третье недовольны тем, что остальные не делают. Бывает такое, правда? Что вот можно было и это сделать, и это сделать, и это сделать, но ты почему не делаешь? Не, ну это он должен был сделать или она должна бы сделать? Посмотрите, Мария ничего не говорит, Мария не трубит, Мария не говорит о своих планах, у Марии нету ничего этого, она просто делает. Она просто сделала, что могла. В простоте, в щедрости, в любви, в какой-то такой, знаете, поразительной экстравагантности. Она сделала что-то для Иисуса, этим она почтила Иисуса. Этим она оказала Ему невероятное просто уважение и почтение, потому что отдала для Иисуса все. Посмотрите, еще один урок я хочу показать в этом поступке Марии. Она сделала, что могла для Иисуса, и она сделала это из самого лучшего, что имела. Из самого лучшего, из самого дорогого, что имела. Она могла бы дать Иисусу что-то простое. Когда мы читаем эту же историю, но только в версии Евангелия от Иоанна, в 12 главе, мы видим то, что Марфа находилась там, она служила своим дарами Иисусу, она помогала готовить, она находилась на кухне. В принципе, это тоже служение, это тоже действительно серьезный труд и все. И Мария просто могла бы присоединиться к Марфе и что-то сделать для Иисуса. Это было бы достаточным подарком. Мария могла бы, ну, в крайнем случае, подойти к Марфе и сказать, Марфа, я хочу что-то как-то вот, ну, Иисусу дать. Пока мы готовим, они сидят, может быть, чувствуют запах приготовления, запах пищи, у них слюнки, возможно, текут, а у нас пока еще там час, пока приготовится еда. Да, давай я принесу яблоко дам Иисусу, ну, скажем так, могла бы она что-то другое, что-то простое дать для Иисуса. Посмотрите, другим людям и в голову не могло, наверное, такое прийти, что делает Мария. Она берет сбережения. Мы не читаем о том, мы нигде не видим, что Марфа, Мария и Лазарь были очень богатыми людьми. Мы не читаем этого. Посмотрите, даже пир проходит в доме другого человека. И тем не менее, Мария берет свои сбережения и отдает их для Иисуса. В конце концов, она могла бы просто сказать Иисусу, насколько она благодарна Иисусу за то, что Он воскресил ее брата. Она могла бы просто в словах благодарности, почтения, уважения высказать то, что было у нее на сердце. Для нее это было недостаточно. Она решила отдать все. Она решила отдать свои сбережения, самое лучшее, самое дорогое. Вы знаете, это самый лучший пример поклонения. Она этим поступком поклонилась Иисуса и прославила Его. Она не получила взамен ничего, кроме похвалы Иисуса. Она не получила больший сосуд такого же масла. Как часто мы, когда мы делаем что-то для Иисуса или для Бога, как часто мы хотим, Господь, я вот отдаю Тебе вот это. Ну, пожалуйста, благословили. По крайней мере, в мыслях мы думаем, вот я отдаю это для Бога. Но вот в книге Малахи, и третья глава написано, что принесите все десятины в дом мой и хотя бы этим испытайте меня. Не залью ли я для вас благословение для избытка? Мы думаем, окей, я даю что-то для Бога, но Бог мне что-то должен дать взамен. Ну, Бог должен благословить меня. Бог благословляет, Бог не оставляет. Но посмотрите, Мария не получила тут же, это Иисуса, этот же сосуд целый, наполненный доверху. Иисус мог бы это сделать. Она не получила в два раза больше сосуд. Она не получает этого. Она отдает. Она отдает. И это акт поклонения. Она растратила все. И в какой-то мере этим осудила себя, возможно, на бедность. Может быть, это был ее пенсионный фонд. Но она отдала для Иисуса. Посмотрите, она не просто делает то, что она делает из самого лучшего и самого дорогого. Она сделала это, пока она могла это сделать. Посмотрите, что Иисус говорит. Вот в третьем стихе мы читаем о том, что она сделала этот поступок. Она возлила ему на голову. А посмотрите, что Иисус говорит в восьмом стихе. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Иисус отмечает это, и Иисус говорит, что она сделала это, потому что она готовит меня к погребению. Мария, скорее всего, и не знала, и, может быть, не догадывалась о тех словах, которые говорит Иисус, но ее поступок Иисус оценивает как то, что никому из людей не удалось сделать, пока он был еще жив перед смертью. Она этим помазывает и готовит его к погребению. Вы знаете, она сделала это, пока могла это сделать. Кто-то собирается сделать что-то большое, когда-то, некоторые из нас очень любят завтра, многие из нас люди завтра, мы сделаем это завтра, мы завтра напишем письмо, как поет группа Набат в песне или пела раньше, завтра кому-то скажем спасибо, завтра напишем письмо, завтра пред Богом пойдем на колени, помните, да? Не ныне, а завтра, потом. Она сделала это, пока могла сделать. Некоторые из нас ждут особенного момента, особенного приглашения. Мария сделала просто, сделала то, что она хотела сделать, не ожидая особого приглашения. Она сделала это, не откладывая, она не ждала смерти Иисуса. Она сделала что-то доброе, красивое, экстравагантное для Иисуса, пока она могла это сделать. Может быть, тебе и мне нужно что-то взять из этого урока и сделать для своей семьи, для своих друзей, что-то, что ты и я можем сделать сегодня. Скажи доброе слово людям, пока они могут это слышать. Подари цветы, пока люди могут радоваться им. Сделать доброе и полезное сегодня, пока еще не поздно. Посмотрите, она делает то, что она делает, несмотря на критику других людей, несмотря на осуждение других людей. Я не знаю, обращала ли она внимание, я не знаю, может быть, когда люди высказывали свою критику, было уже поздно что-то говорить, уже масло вылито. Это, ну, знаете, всегда будут критики. Критики были и есть, и будут, наверное. Некоторые люди просто любят жаловаться. Некоторые люди специализируются в том, чтобы находить проблемы. Кроме критиков, всегда есть те, которые будут считать, сколько стоит тот или иной поступок. Сколько стоит это, сколько стоит то, сколько можно было времени. Вот потратили столько времени на подготовку к какому-то служению. А сколько можно было бы сделать или еще что-то. Посмотрите, Мария не считала цену своего поступка, она вылила все. А ведь она могла бы вылить несколько капель, и это было бы уже солидно. Этих капель было бы достаточно, чтобы весь дом наполнился благоуханием. Она могла бы вылить четверть сосуда, ну, в крайнем случае, половину сосуда. Но в этом поступке Марии видно ее сердце. Сердце, которое полностью предано Богу. Она не меряет, она просто все отдает для Бога, все отдает Иисусу. Она знала, что Иисус стоит того, чтобы Ему отдать все. Она хотела отдать Ему самое дорогое и самое лучшее. Она это сделала, несмотря на критику окружающих, несмотря на то, что кто-то считал, сколько это будет стоить. А еще хочу такой урок последний сказать, что она сделала, что могла, не просто для кого-то, а для Иисуса. Из благодарности и почтения она одарила Иисуса самым лучшим, что имела. Она дала это Иисусу без того, чтобы получить что-то взамен. И Иисус отметил, что она сделала это для Него. Посмотрите, шестой стих. Она доброе дело сделала для меня. Восьмой стих. Она сделала, что могла, предварила помазать тело Мое к погребению. Она это делает для Иисуса. Она это делает для Господа. Она приготовила Его тело к погребению. Иисус говорит о том, что о Ее поступке будут проповедовать. Да, мы сегодня говорим об этом поступке. Пример этой женщины, мне кажется, это можно очень легко применить к нашей жизни, к нашему посвящению и служению Иисусу Христу. Я хочу спросить, дорогой друг, брат, сестра, как ты служишь Иисусу Христу? Мне кажется, что этот пример имеет больше силы для верующих людей, для тех, кто уже следует за Господом. Для тех, кто знает Господа, для тех, кто знает Иисуса Христа. Хотя, с другой стороны, этот же пример мы можем использовать, или вот эту историю, эту ситуацию, мы можем поступок Марии, мы можем оценить. Когда ты приходишь к Господу с молитвой покаяния, как ты это делаешь? Делаешь ли ты это вот так, как Мария, без остатка, полностью? Сокрушайся в всех своих грехах, не оставляй никакой больше лазейки, оставляй все грехи, оставляй этот мир и поворачивайся лицом к Богу. Ты это так делаешь, или же ты, может быть, сожалеешь только отчасти своих грехов и оставляешь где-то какие-то любимые грехи, потому что трудно от чего-то отказаться. Бог радуется, когда мы полностью, совершенно опустошаем себя и открываем себя для действия Духа Святого. Я хотел бы обратить внимание сейчас на нас, верующих людей, как мы служим Господу Иисусу Христу. Посмотрите, пример Марии, пример Иуды. Один пример благодарности, почтения, полного посвящения, другой пример крайней неблагодарности, жестокости. Может быть, ты не Иуда, может быть, я не Иуда, может быть, у нас нет прямо такого открытого предательства, может быть, мы просто, как те ученики, которые присоединились к критике Иуды, который говорил, вы помните, Иоанн об этом пишет, что он говорил так, что можно было продать и раздать нищим, потому что был вор, потому что он был заинтересован в пожертвованиях. Но, похоже, согласно того, как об этом пишет Марк, это был не один Иуда, были и другие, которые присоединились к этому, и был своего рода такой, ну, группа таких певцов, которые пели песню Ропота. Где ты? Ты на месте Марии, которая отдает все для Бога, или ты на месте учеников, которые критикуют, и которые недовольны, и которые считают, а зачем отдавать это для Бога? Вы знаете, интересная история есть, это даже не история, это просто Бог высказывает свое негодование в книге пророка Малахии, когда Он говорит, где почтение ко Мне? И Он напоминает людям, Он напоминает священникам, Он напоминает всем людям, и говорит, вы говорите, что Богу можно отдать в дар слепое, хромое, ненужное, а какая разница Богу? Все равно это животное будет убито, какая разница, хромает оно, или оно здоровое, или оно совершенно Богу неприятно, когда нет с нашей стороны полной отдачи. Когда нет полной веры, когда нет полной надежды, полного упования, Бог хочет. Точно так же, как многие родители, наверное, отцы и матери хотят, чтобы дети их слушали, чтобы дети любили их, точно так же и Бог хочет, чтобы мы, Его дети, могли действительно от всего сердца посвящать себя Ему. Ты, возможно, несешь какое-то служение в церкви, может быть, проповедник, хорист, ашер, строитель. Я хотел бы задать вопрос, какое, как ты несешь свое служение? Отдаешь ли ты Богу лучше? Стремишься ли ты над тем и к тому, чтобы то, что ты делаешь, делать хорошо? Чтобы делать это не просто хорошо, но делать это с отличием, на отлично, с самым лучшим образом. Не из-за того, что кто-то из людей отметит и будет рукоплескать тебе, но потому что ты это делаешь для Бога, ты это делаешь для Иисуса Христа. Когда ты приходишь на спевку и когда дирижер просит еще раз спеть, еще раз повторить ту или иную партию, еще раз проработать то или другое, как ты относишься к этому? Говоришь, да сколько можно? Да и так пойдет. Да мы не профессионалы. Да никто и не заметит. В крайнем случае можно свалить на акустику. На микрофонную систему и прочее, прочее, прочее. Как ты относишься к этому? Когда ты можешь участвовать в хвале Господа, когда ты служишь этим, когда ты служишь, в принципе, тем даром, которым ты сам согласился служить. Как ты проявляешь свою любовь к Иисусу Христу? Мы можем продолжить этот список, мы можем говорить о молитвенниках, мы можем говорить о проповедниках, как ты, как проповедник, готовишься к тому, чтобы проповедовать, как ты молишься о том, чтобы Господь дал тебе Слово, насколько ты проводишь времени в изучении Писания. Давайте, вместо того, чтобы замечать то, что делают, может быть, другие, критиковать других, давайте смотреть на себя и, по примеру Марии, делать, пока мы можем, делать самым лучшим образом, отдавать самое дорогое для Господа. Вы знаете, можно было бы этот пример сразу применить к финансовым пожертвованиям. Если бы мы когда-то сделали так, как Мария сегодня, это примерно значило бы, что я пришел в церковь. Я говорю, к примеру, я беру среднее, я не беру свои доходы или свою семью, я просто беру среднее. Ну, давайте возьмем даже 35 тысяч дохода. Для кого-то это мало, для кого-то это среднее, для кого-то, ну, давайте возьмем 30-35 тысяч. Вот просто человек приходит в церковь и из-за любви к Господу выписывает чек на 30 тысяч. Для нас, для меня это было бы шоком, для нас, многих, наверное, это было бы шоком. Как так можно? Если тем более у человека больше ничего не остается, или мало что остается, скажем так. Это действительно своего рода шокирующий пример щедрости, который мы видим на страницах Священного Писания. Бог отмечает, не так уж много таких примеров, скажу вам. Бог отмечает каждый такой пример. Бог отмечает каждый такой пример. И можно было бы говорить, я не буду сегодня говорить о наших финансовых пожертвованиях, я просто скажу, что эта женщина Мария отдает, потому что она любила Иисуса Христа, и она хотела что-то сделать для Иисуса. Я хотел бы, чтобы мы не концентрировались только на деньгах, но подумали о наших талантах, о нашем времени, о наших возможностях, о том, что мы можем сделать для Иисуса Христа. И тогда, когда мы можем что-то сделать для Иисуса Христа, давайте делать это безотлагательно, пока мы можем это сделать. И давайте делать самым лучшим образом, чтобы Бог прославился, чтобы Иисуса прославить и порадовать. Я хотел бы еще пару слов сказать. У нас сегодня, сейчас, через короткое время, будет молитва над школьниками и студентами. У нас сегодня такой вот будет особенная молитва, когда мы попросим, чтобы все школьники, студенты, даже и преподаватели, наверное, чтобы вышли вперед. Мы совершим молитву благословения на новый учебный год. В нашей общеобразовательной школе завтра начинаются уроки. В других школах где-то уже начались уроки, где-то начинаются занятия, вот многие начинают уроки. Я хотел бы пару слов сказать вам, дорогие школьники, дорогие студенты. Я хочу сказать вам следующее, что вот на примере Марии, которая сделала так, что для Иисуса она отдала то, что было дорого для нее. Я хочу попросить вас, у вас есть возможность отдать для Иисуса лучшие. У вас есть возможность отдать для Иисуса лучшие годы вашей жизни. У вас есть возможность посвятить Иисусу то время, которое вы проводите в школе, то время, которое вы делаете уроки. Это особенное время. Не относитесь к этому лишь бы как-нибудь. Но когда вы учитесь, учитесь так, чтобы Иисуса Христа прославить. Учитесь так, чтобы потом те знания, которые вы получите в результате, чтобы Бог мог использовать. Знаете, дорогие студенты, хочу сказать, что чем лучше вы будете учиться, даже в той школе, в которую вы ходите, в любой школе, чем лучше вы будете учиться, тем больше Бог сможет вас использовать. Учитесь хорошо, не тратьте время попусту. Изучайте язык, изучайте грамматику, изучайте математику, изучайте все, что преподают вам для того, чтобы быть хорошими специалистами, для того, чтобы даже тогда, когда вы, может быть, будете инженером, пусть не проповедником, но где-то инженером будете, чтобы Бог прославлялся через ваш труд. Чтобы делать то, что вы можете делать хорошо, качественно, во славу Господа. Чтобы не просто тратить время на бесполезные вещи, но чтобы подготовиться к жизни, служению Богу. Мария отдала самое лучшее. Я хочу еще раз повторить этот вопрос. Что сделаешь для Иисуса ты из того, что имеешь? Вместе с этим вопросом я хочу задать еще один вопрос. Когда ты это будешь делать? Иисус отметил, что Мария успела это сделать до его погребения. Мне кажется, что после пришествия Иисуса Христа очень многие люди будут сожалеть об упущенных возможностях и будут говорить, ой, если бы еще хотя бы пару месяцев, пару дней, пару недель для того, чтобы я хоть что-то еще мог сделать для Господа. Но время пройдет. Поэтому сегодня присоединяйся к труду. Делай что-то для Господа. Находи возможность включаться в труд. Служить Богу тем даром, который у тебя есть. Если вам нужно подсказать, что вы можете сделать для Бога, то обратитесь ко мне. Если у вас есть желание, но вам не дают этого делать, подойдите ко мне, мы поговорим. Мы найдем возможность для труда. Только не сидите в сторонке, на заборе, смотря на других, осуждая других. Отдайте для Христа самое лучшее, самое дорогое. И да благословит вас и нас всех в этом Господь. Аминь. Мы сейчас будем молиться, но перед молитвой я хотел бы... Давайте встанем. Я перед молитвой хотел бы сделать что-то необычное. Я хочу попросить, чтобы вот в ответ на этот пример, или в ответ на то, что написано в этом Писании, мы песней сказали Иисусу о своем желании. Мы иногда поем эту песню. Я хотел бы, чтобы, может быть, мы ее по-другому спели. Мы споем сейчас... Все Иисусу отдаю я. 397 в Песне Возрождения. Все Иисусу отдаю я. На английском языке это I surrender all. И я хотел бы просто, чтобы мы вот сейчас вот так, как ответ на то обращение Духа Святого через Слово Божье, чтобы мы могли сказать, что мы действительно хотим отдать Иисусу. Я не знаю, если у вас такое желание, вам не есть желание отдавать Иисусу, отдать жизнь, отдать силы, отдать все, что я имею для того, чтобы Иисус был прославлен. Если у вас этого желания нет, если вам трудно петь эту песню, может быть, вам нужно пройти сюда вперед и вместе со мной или с другими братьями-служителями помолиться о том, чтобы Господь дал вам это желание, все отдать для Него, не жить для себя, а жить для Бога, жить для Него. Давайте споем. Если кого-то Господь побуждает, раскаяться в своих грехах или просто посвятить себя Богу для служения, вы можете выйти вперед, и мы помолимся с вами. Пожалуйста, давайте споем. Все Иисусу отдаю я, весь Его принадлежу. Глупо, Поба, неиспирение, пред весом Его хожу. Все Иисусу отдаю я, все я отдаю, все я отдаю. Все Иисусу отдаю я, все кладу к Его ногам. Суету ответ землю, направляюсь к небесам. Все Иисусу отдаю я, все я отдаю, все я отдаю. Все Иисусу отдаю я, весь хочу Христовым быть. Дух предвечный дал научить, знать Христа, Христа любить. Все Иисусу отдаю я, все я отдаю, все я отдаю. Все Иисусу отдаю я, Божий храм вам не создай. Благодатью и любовью ум и сердце наполняй. Все Иисусу отдаю я, все я отдаю, все я отдаю. Все Иисусу отдаю я, все я отдаю. Все Иисусу отдаю я, чудо Он во мне свершил. Иисусу отдаю я, чудо Он во мне свершил. Искупите все, я даю. Слишком, Господи. 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 Неужели уйдешь Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Иисус из любви Свою жизнь положил, Чтоб грешника освободить? И чудный источник спасенья открыт, Где можно грехи все обыдеть? Неужели уйдешь? Иисус из любви Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Иисус из любви Благодарю тебя, что ты касаешься, Иисус из любви. Благодарю тебя, что ты касаешься, сестра. Я прошу тебя, Господи. Иисус из любви Наполни твоей милости, Помоги и голосу принадлежать тебе. Любви тебя, родица, для тебя слави тебя От всей души без остатка. Благодарю тебя, Господи. Иисус из любви Постой до себе только Не ближе спасень Субтитры создавал DimaTorzok Неужели уйдешь? Давайте помолимся. Господь наш, мы от всей души благодарим Тебя за это слово, за это напоминание из Твоего Евангелия. Мы благодарим Тебя, Господи, что Ты так просто и сердечно отметил поступок Марии, ее, может быть, даже неразумную любовь, экстравагантную любовь, но любовь полную, любовь неполовинчатую. Господи, когда мы слышим такие истории, мы откликаемся, это цепляет нас, потому что мы сами, мы сами хотим, чтобы нас любили не просто частично, но чтобы любили нас полностью. Мы так хотим, чтобы люди, которые обращаются вокруг нас и которые к нам как-то относятся, чтобы не было притворства какого-то, но чтобы были искренние отношения. Мы сами хотим этого. Но как часто мы в ответ Тебе не отдаем этого, Господи. Как часто в наших отношениях нет искренности, прежде всего, к Тебе. Нет полной признательности, нет полной любви, нет полного посвящения. Как часто мы что-то делаем в полсилы, даже, может быть, не всегда желая что-то делать так, чтобы не было осуждения, чтобы люди не подумали плохо. Господи, помоги нам, помоги изменяться в образ Твой. Точно так же, как Ты это сделал, точно так же, как Ты не оставил небо наполовину, точно так же, как Ты не сошел на крест наполовину, на чуть-чуть, но Ты прошел Свой крестный путь до конца. Господи, точно так же, как Мария все отдала для Тебя до конца, до последней капли, Господи, помоги нам посвящать жизнь свою Тебе до конца. Помоги нам, Господи, чтобы мы понимали, что все, что имеем, и все, что Ты даешь, и все, что Ты посылаешь нам, это не наш, это Твое, прежде всего. Помоги нам, Господи, живя в этом мире, жить жизнью полной любви к Тебе, полное посвящение Тебе. Помоги нам, Господи, чтобы даже в церкви и в том служении, которое мы Тебе предлагаем, Тебе преподносим, чтобы в этом было полное посвящение. Господи, исцели нас от притворства, исцели нас от того, чтобы что-то делать наполовину, но помоги нам, Господи, любить Тебя искренне, помоги нам в этом, Боже, я прошу Тебя, касаясь и нас Духом Твоим Святым, продолжай работать в наших сердцах, не только здесь, сейчас, но когда мы выйдем отсюда, помоги, Господи, чтобы мы полностью принадлежали Тебе и Тебе за все, пусть будет слава нашему Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Пожалуйста, занимайте ваши места, сейчас будет служение хора. Аминь. 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 Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Братья и сестры, я уже говорил о том, что у нас сегодня будет особенная молитва, и мы хотим это сделать сейчас. Мы хотели бы попросить, чтобы все те, кто начинает учебный год, то есть это касается и малышей, которые идут не просто в первый класс, а еще в киндергартен, которые идут, чтобы они тоже вышли. И студенты, кто будет начинать учебу в высших учебных заведениях, в колледжах, тоже могут выйти. Я не знаю, думаю, что можно было бы помолиться и о преподавателях. Преподаватели тоже можете выйти. Так что, пожалуйста, мы будем молиться о всех студентах, также учениках воскресной школы, русской школы, о всех преподавателях. Поэтому давайте сейчас вот, пожалуйста, выйдите, и пока вы выходите, брат Сергей несколько слов скажет еще. Виталий, подожди. Друзья, вы выходите, пожалуйста, все студенты, пожалуйста, выходите. Пока вы будете выходить, я скажу пару слов. Выстраивайтесь здесь. Братья и сестры, я хочу поблагодарить всю церковь за молитвы ваши. Мы были в Небраске, в этой ночью вернулись, даже смогли немножко поспать. В Небраске проходила конференция преподавателей воскресной школы, и мы получили огромное благословение от того, что мы там были. Не все, конечно, были, к сожалению, но те, кто были, я думаю, что они получили заряд на новый предстоящий учебный год. Вы меня слышите, да, друзья? Вы сюда смотрите, а не пускай строятся, вы на меня смотрите. Братья и сестры, сегодня Виталий Викторович сказал, что мы должны для Господа отдавать самые лучшие. И это так, и да, и аминь. Но для того, чтобы мы могли отдать лучшее, мы сами должны становиться лучше, да? И что касается всех преподавателей, работников воскресной школы, мы в этом году будем учить детей чему-то. Но мы сами должны также чему-то научиться. И у нас есть эта возможность, Господь благословил нас в этом году хорошим спикером на конференции. Она была на семинаре с нами в Небраске, сестра Наталья Белева, она сегодня здесь с нами. Она будет всю неделю с нами. И завтра, понедельник, вторник и четверг, здесь с 7 часов вечера до 9 будут проходить семинары. Пожалуйста, друзья, особенно все работники воскресной школы, академии русской школы, приходите, друзья. И даже те, кто едут на миссии, вы работаете с детьми, когда вы едете на миссии, в лагеря проводите, вы там тоже сталкиваетесь с детьми. И для вас это будет благословением. Вы сможете стать лучше, обогатить свои знания. Вы можете сказать, что, ну я все знаю, что мне могут нового сказать. Но смотрите, что пишет притча Соломон. Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Научи праведного, и он приумножит знания. Правдивого, и он приумножит знания. Пожалуйста, давайте мы воспользуемся этой возможностью и не потеряем вот этот шанс, чтобы мы потом не жалели и сказали, ох, были семинары, а я не пришел. Благословений вам. А также, друзья, я хотел поблагодарить также церковь за молитвы. Вы молились за нас, когда мы ехали в летний лагерь. С 10 по 14 августа у нас проходил летний лагерь, наш христианский факел веры. У нас в этом году было 140 детей, 70 работников. Большой лагерь был, он с каждым годом у нас растет. Но слава Богу, Господь благословил, мы чувствовали ваши молитвы. В этом году у нас была тема лагеря «Праведный Ной». Мы знаем, что с Ноем связано, да, было дождь, потоп был. И мы со своей стороны в этом году, мы нарисовали большой корабль. Я, может быть, даже мы скоро покажем небольшой слайд-шоу. Мы сделали корабль со своей стороны, нарисовали. А Бог со своей стороны тоже дал нам дождик. Мы когда приехали в первый день, с обеда и до следующего утра у нас шел дождь. Как бы все по теме было, все хорошо. И вы знаете, Господь благословил. Несмотря на дождь, лагерь прошел, дети все довольны, без особых приключений. Мы просто хотим поблагодарить вас за то, что вы были частью этого служения. Мы чувствовали ваши молитвы. И у нас сегодня будет небольшой слайд-шоу. Я попросу, чтобы братья подготовили, и вы можете его уже включать. А также мы в лагере с детьми выучили песню. Она короткая, но всем детям она очень понравилась. Они ее так громко пели в лагере. Я думаю, что они сегодня тоже споют очень громко, да? И, пожалуйста, братья, включите слайд-шоу. И во время этого слайд-шоу, включите нам музыку, мы споем эту песню. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тебе принадлежу и я Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 И много детей, которые учатся. Господи, мы хотим сегодня попросить Твоего благословения. Начинаются учебные годы, нам нужна Твоя помощь, нам нужна Твоя защита, Твоя охрана. Нам нужно, чтобы там, где мы будем, Ты присутствовал с нами. Господи, я прошу Тебя, благослови всех детей, которые начинают учебный год. Благослови нашу школу, всех преподавателей, всех студентов, академию нашу благослови, благослови воскресную школу, русскую школу, благослови всех преподавателей и всех детей. Господи, я прошу Тебя, благослови нас всех, чтобы мы могли быть Твоими учениками всегда, чтобы мы могли быть хорошими Твоими учениками, прилежно учить Слово Твое. Благослови нас всех, Господи. Я прошу Тебя тогда, когда те дети из наших семей, которые будут ходить в общественные школы, Господи, я прошу Тебя, чтобы Твоя защита, Твоя охрана была над каждым. Я прошу Тебя, чтобы Ты защитил, чтобы тогда, когда студенты колледжа или high school, чтобы когда они будут сталкиваться с атеизмом, с другими религиями, с другими вероучениями, Господи, чтобы они стояли твердо, зная истину, зная Тебя, Живого Бога. Поэтому просим Тебя, благослови, сохрани, защити, пошли Твою помощь, Твое благословение, пошли усердие, чтобы могли заниматься хорошо. Благослови нас, благослови нашу церковь, Тебе за все слава, Богу Отцу Истину и Святому Духу. Аминь. Так, детки, у меня к вам вопрос. Кто знает, как кричат рыбы? Рыбы не кричат. Так вот, вы многие представляли животных в лагере, а сейчас давайте представьте рыбу. И очень тихонько, самым тихим образом, как рыбки, тихонько на свои места пройдите, да, возле своих родителей. А мы споем, пока они проходят, вот рыбки проплывают к своим местам, давайте споем, пусть земля вся утверждает, споем два куплета, два первых куплета споем, пусть земля вся утверждает. У нас еще есть объявление. Детки, как рыбки. Пожалуйста. Пусть земля вся утверждает, что тобой я не спасен. Пусть земля вся утверждает. Пусть земля вся утверждает, что тобой я не спасен. Пусть земля вся утверждает, что тобой я не спасен. Пусть земля вся утверждает, что тобой я не спасен. Помня, вечный твой закон, радуйтесь со мною, люди, нет сомненья, я спасен. Пусть весь мир дверей и ноет, знаю я, Христов спасен, знаю я, Христов спасен. Пожалуйста, занимайте места. У нас есть еще некоторые объявления. У нас большая семья, жизнь происходит, жизнь на месте не стоит, поэтому много разных объявлений. Мы постараемся очень быстро и по существу об этих объявлениях. Я хочу обратиться, вам, наверное, уже говорили, вы слышали, завтра у нас должны быть еще плиты на стройке, я так понимаю. Так что, пожалуйста, на стройку приходите, кто может, завтра будет работа и дальше будьте, имейте в виду и спрашивайте у братьев, что можно сделать, как вы сможете помочь. Сестры, также обращайтесь к брату Алику Голодняк для того, чтобы можно было тоже кормить людей, которые приходят на стройку. Поэтому просьба такая, чтобы вы не оставляли. Молитесь об этом, потому что, знаете, вот и работа есть, но не всегда мы можем ее делать. Иногда остановки, иногда паузы, но молитесь, чтобы Господь благословил и помог нам совершать труд, несмотря на паузы, несмотря на остановки. Я хочу также сказать еще о том, что в прошлое воскресенье, я не помню, объявляли, не знаю, объявляли или нет, но вот если кто-то хотел бы, мы от церкви выделили немножко помощь для семьи Бондаренко, для сестры Насти и ее детей. Вы знаете, были похороны неделю тому назад, и если кто-то из вас хотели бы чем-то помочь и выписать какую-то сумму, вы можете сделать это через церковь. После собрания можете подойти и обратиться к кассиру. Ну а еще по поводу финансов, если вы помните, мы год назад, было у нас такое обещание, мы говорили о том, что для строительства мы просили, и такой у нас была, как бы, ну такая просьба, может быть, со стороны церкви, со стороны руководства, что, чтобы кто может на тысячу долларов пожертвовать, и выдавали обещание, и мы давали обещание, мы говорили о том, что мы будем поддерживать, и я просто напоминаю такое, без того, чтобы как-то ругаться, вот мы обещали 320 тысяч, было собрано вот до сих пор 280 тысяч уже август на исходе, у нас это было в августе. Если кто-то хочет еще пожертвовать, если кто-то хочет пожертвовать сверхсилой, если кто-то хочет дать что-то больше, пожалуйста, вы можете это сделать. Вот, просто напоминаю об этом. Еще хочу сказать, что я надеюсь, что вам понравилось сегодня служение, и я надеюсь, что вы с радостью придете вечером. Вечером мы тоже здесь собираемся в 6 часов, поэтому ждем всех любящих Господа с радостью прийти и поклониться Ему. Он достоин всего времени, Он достоин, чтобы мы 24 часа в сутки поклонялись Ему. Мы не можем этого делать, но сколько мы можем, мы давайте будем делать это. И делать это не просто из-за того, что мы вынуждены это делать, но делать это с радостью, делать это с любовью к нашему Господу Иисусу Христу. Итак, ждем всех вечером в 6 часов на поклонение Господу. Вечером, кстати, будет петь подростковый хор, и для подростков и их родителей напоминание, что спевка будет 4.30, поэтому тоже обратите на это внимание. Ну, еще есть такое объявление, мы говорим сегодня о школе, или напоминаем о школе, молитва даже была. И вот есть объявление для родителей, которые хотят отдать детей в русскую школу. У нас при церкви есть русская школа, анкеты находятся в фойе, в коридоре на столе. Начинается русская школа 28 сентября, в среду это будет, 28 сентября, в среду в 7 часов вечера. Если кто-то хочет потрудиться в русской школе преподавателем, обращайтесь к брату Артему Яблонскому. Брат Артем, поднимись, пожалуйста, я знаю, что тебя все знают, но может быть кто-то не знает. Поэтому, пожалуйста, можете обращаться к брату Артему, и если у кого-то есть желание потрудиться в русской школе, он вам объяснит все условия. Это хорошо, когда люди знают больше, чем один язык. Хорошо, когда люди поддерживают уровень языка. У наших детей есть, ну, своего рода и крест от того, что они двуязычные, двухкультурные, но и благословение от того, что они двухязычные, двухкультурные. Поэтому давайте будем трудиться над тем, чтобы не упустить того, что мы имеем такое богатство. Кто-то тратит очень много денег и сил для того, чтобы выучить другой язык. Хорошо, я хотел бы спросить, может быть, у нас есть гости, которые хотели бы передать приветы. Пожалуйста. Нету гостей? Ну, хорошо. Привет из Бисмарк. Вот. Спасибо за этот привет. Может быть, еще у кого-то есть приветы? Хорошо. За передный привет давайте, скажем, сердечно благодарим. Ответный привет передать просим, когда будете посещать. И присядьте на короткое время. Я хочу еще сказать, пока мы готовимся, у нас еще есть два важных очень объявления. Пока мы готовимся к этим объявлениям, я хочу еще сказать, что кроме того, что у нас есть разные школы, и разные школы функционируют, есть еще одна школа, которая объявляет набор. Музыкальная школа «Новая песнь» тоже объявляет набор на следующий учебный год. Кого интересует занятие в музыкальной школе для детей, пожалуйста, вы можете обратиться к сестре Валентине Гамаюновой. Пожалуйста. Ну, наверное, тоже все знают, но на всякий случай. Вот, пожалуйста, обращайтесь к сестре Валентине. Но сейчас у нас есть тоже одно важное объявление. Одна сестра хочет обращаться к церкви, она хочет вступить или стать членом нашей церкви. Пожалуйста, сестра Юля Крецу, пройди сюда. Вот перед вами сестра Юля. Пройди, пожалуйста, уже сразу вот сюда. Вот сестра Юля, она изъявила такое желание, чтобы присоединиться к нашей церкви и быть частью нашей церкви. Она до этого была членом церкви в Северной. Вот, и она имеет желание присоединиться к нашей церкви. Там решила все вопросы, и у нее нет никаких замечаний. Вот она здесь. Поэтому, братья и сестры, вот такое желание сестры Юлии. Вы согласны, чтобы сестра Юля, кто за то, чтобы сестра Юля присоединилась к нашей церкви? Пожалуйста, поднимите вашу правую руку. Кто-то левую поднял. Ну, поднял. Ладно, хорошо. Спасибо. Ну, большинство церкви, я не буду спрашивать, кто против, вот, большинство церкви за то, чтобы ты присоединилась к нами, была вместе с нами, жила вот в этой большой семье и славила Бога вместе с нами. Да благословит тебя Бог, чтобы то, что ты делаешь, что дар, который Господь тебе дал, чтобы ты использовала вместе с нами для прославления Господа. И еще одно событие у нас есть, это особенное событие, тоже есть у нас одна, одни молодые люди, которые решили создать семью, вступить в семейные отношения. Они хотят, они просят, чтобы их объявить перед церковью, как жениха и невесту. Поэтому я прошу, чтобы брат Элвис и сестра Ивета прошли сюда. Пожалуйста, пройдите сюда, чтобы вас видели. Вот, ну, я думаю, что многие из вас знают брата Элвиса, он наш, он с нашей среды. Вот, вы знаете его родители, они тоже среди нас. Вот, сестра Ивета, она родом с Украины, из Закарпаттия, она не так давно переехала, приехала в Америку, и сейчас она посещает Grace Church. Там она была членом церкви в Украине, в Закарпаттие, и вчера мы беседовали с ними, беседовали с семьей, беседовали с ее родителями, задавали много вопросов. И просто хотим сказать, что они свободны вступать в брак для того, чтобы создавать семью, и как об этом учит Священное Писание. Так что, вот они перед вами. С этого момента жених и невеста. Поэтому можете после молитвы подойти, поздравить, порадоваться за них. Мы хотим пожелать вам Божьих благословений, чтобы вы действительно готовились, не только физически готовились к тому, чтобы подготовить какие-то там угощения для людей, организовать брачные пиры и прочее, но чтобы вы духовно приготовились к тому, чтобы действительно стать мужем и женой, чтобы действительно вступить в христианский брак по учению Библии. Да благословит вас Бог, чтобы вы могли жить чисто, свято, и чтобы Господь хранил вас. Итак, давайте, братья и сестры, мы встанем, помолимся, мы попросим, чтобы Господь благословил и сестру Юлю в служении ее среди нас, а также и брата Элвиса, сестру Ивету, и их желание вступать в брак. Я хотел бы попросить, чтобы, сестра Юля, помолись, пожалуйста, несколько слов, скажи Иисусу, и брат Элвис потом помолится, и я в заключении помолюсь. Господи, я тебя благодарю за сегодняшний день, что ты нам дал, что нас благословил до сих пор. Господи, я тебя благодарю, что мы, твои дети, Господи, что ты нас любишь, что ты нас охраняешь, Господи, в этом мире, Господи. Я тебя прошу, помоги нам, чтобы мы светили для тебя, и наполняй нас твоей любовью, чтобы мы для тебя жили. Господи, благослови каждого из нас и охраняй нас, пребывай с нами, Бог мой. Аминь. Небесный Царь, я также преклоняюсь пред Тобою. Благодарен Тебе, что по Твоей воле Ты помог нам собраться здесь. Я благодарен Тебе, Господи, за то, что Ты помог мне в жизни найти Ивету, Господи. Ты долго меня держал, пока я не мог ее найти, Господи. Я благодарен Тебе за то, что Ты привел нас друг к другу. И благодарен Тебе, Господи, за то, что сейчас нас объявляют перед церковью. И прошу Тебя, наш Отец, храни нас в святости и в чистоте, Господи, и пребывай с нами. И я благодарен Тебе за весь этот дом Твой, Господи, и Дух Святой, который работает здесь, в этом месте. Мы Тебя благодарны за все, наш Небесный Отец, и Дух Святой. Аминь. Аминь. Господь, мы поклоняемся Тебе и хотим поблагодарить Тебя от всей души за Твою благодать, за Твою милость, за Твою любовь. Господи, мы благодарим Тебя, что Ты сегодня позволил нам быть здесь. Мы благодарим Тебя, что Ты позволил нам поклониться Тебе. Мы молились, мы пели Тебе хвалу. Господи, и мы верим, что Твои, что Ты услышал наши молитвы, что Ты принял нашу хвалу. Мы благодарим Тебя за то, что Ты живой Бог, и Ты отвечаешь на наши молитвы. И Ты радуешься нашей хвале и славе, нашему поклонению Тебе. Господи, от всей души благодарю Тебя за Слово, которым Ты сегодня учил нас. Я благодарю Тебя за то, что Ты живой Бог, и Ты действуешь в Церкви Твоей. Я прошу Тебя, чтобы Ты продолжал изменять нас в Твое подобие, чтобы Ты позволял нам еще больше приближаться к Тебе и преображаться в Твой образ. Я прошу Тебя о том, чтобы Ты благословил сестру Юлю, ее желание находиться в нашей Церкви, чтобы Ты обильно благословил ее, и чтобы она от всего сердца искренне могла следовать за Тобой, чтобы она была искренней христианкой, чтобы она служила Тебе вместе с нами от всего сердца. Прошу Тебя, благослови также брата Элвиса и сестру Ивету. Пошли им милость Твою, благодать Твою, наполни их Твоей любовью, Твоей помощью, Господи. Помоги во всех этих обстоятельствах, что им нужно пройти в планировании бракосочетания и всего остального. Господи, я прошу Тебя, Ты благослови их. Помоги, чтобы, когда они будут вступать в брачный союз, чтобы это было навсегда, чтобы это было с Твоим благословением, чтобы это было под Твоей охраной, с Твоим благословением и с радостью, чтобы это было радостным событием для них и важным событием в их жизни. Благослови их, Господи, храни их в чистоте и святости, благослови и помоги им во всем, Боже. Я благодарю Тебя за то, что Ты помогал нам сегодня прославить Тебя, и когда мы будем уходить отсюда, я прошу Тебя, чтобы Твоя благодать была с нами, чтобы Твоя благодать защищала нас, охраняла нас, оберегала нас. Я прошу Тебя, Господи, чтобы Ты помог нам быть добрыми свидетелями Твоего Евангелия, Твоей благодати и Твоего прощения. Благослови нас каждый день, говорить людям, не знающим о Тебе. Благослови и дай нам силы свидетельствовать, Господи. Я прошу Тебя, вот эту конференцию, которую мы готовим, благослови, чтобы это действительно послужило еще одним толчком для того, чтобы мы могли узнать, как можно говорить о Тебе. И главное, вдохновиться о том, чтобы мы не молчали, но были свидетелями Твоей благодати. Помоги нам, Господи, принять это серьезно. Благослови нас всех, храни в руках Твоих святых, Тебе за все пусть будет слава, Богу Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. С миром Господним, пожалуйста, подойдите, поздравьте. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok